На самом деле, действительно, тема не совсем для этого театра Кабаре, просто потому что совсем рядом, вот буквально 30 метров отсюда, находится здание, которое я ремонтировал, и я почему-то решил, что надо здесь и рассказать. Если раздвинуть стены, то будет 30 метров до этого здания. Вот, в принципе, то, что было до ремонта, вот это здание во дворе находится, тогда оно было до ремонта. Представьте себе, средний человек, я, по сути, средний человек, который радиоинженер по специальности занялся ремонтом от этого здания. Вот трещина идет через весь дом, снизу вверх, оно раскалывается на две части, начало. И вот был конкурс, вот и висит объявление продажи, да, продажи нижней квартиры. И я решил взяться за это здание, за ремонт, вот такой простой человек. Никто не брался, все отказывали, здание, по идее, надо было сносить. Вот, например, я, кстати, почти к театру, соседнее здание театра. Почему я взялся за это здание? Получилось так, предыстория. В 1999 году была серия терактов, если вы помните, когда взрывали там дома, там, да, вот везде. И правительство приняло решение, что нужно перейти к раздаче в аренду подвалов всех домов. И нам достался такой подвал, достался такой подвал, в котором было что-то такое невероятно ужасное, да. То есть этот подвал был с ужасным входом, земляной пол, полчища крыс, много-много всего плохого, да. Но мы когда-то заселились, то есть начали ремонтировать, мы столкнулись с такой странной проблемой. Получилось так, что земля, глинистая под ногами вот этого подвала, стала как-то странно продавливаться. Идешь, она так чуть-чуть гуляет, как раз-таки как будто покачивающая на этих волнах глины. Мы стали думать, что это такое, откуда взялось. И потом поняли, что соседний смежный дом, там протечка воды. Протечка воды в очень серьезных таких масштабах. То есть льет полные струи холодная вода и размывает землю. Получилось так, что мы нашли туда протечку, увидели, стали звонить в управляющую компанию. Управляющая компания, в то время они вообще не откликались на телефоны. Через неделю мы добились, что все-таки это воду закрыли и сделали, заварили трубку. Потом мы стали разбираться, что это, почему, как это так, почему так вот все было. Но на самом деле, забегая вперед, расскажу, что здесь в 2002 году произошли такие страшные разрушения подобного типа. Есть, может быть, вы помните, кто им там вспоминает, на Двинской улице общежитие разрушилось. Можно сейчас показать слайд. Вот разрушение. Это общежитие на Двинской улице. Там та же самая история. Холодная вода размыла фундамент. И вот мы так случайно ее закрыли, а тут никто не... Так как это общежитие, всем было все равно. Все жильцы думают только с по этой какой-то комнатухе. В итоге размыло фундамент и часть дома рухнула. Погибло 4 человека. Вот это, когда стена падала. И в 2004 году произошла авария Трансфальт-парк. Может быть, кто помнит. Это такой аквапарк, когда там люди купались в Трансфальт-парке. Это в Москве. И вдруг все обрушилось. Там была центральная колонна, которая... Ну, не вода... То есть размыла тоже вода, но не холодная вода, как здесь. А там были какие-то подводные ручьи, подземные ручьи. И все это рухнуло на людей, которые там отдыхали. Погибло 28 человек, из них 8 человек дети. Вот. Потом, когда вот это уже все это происходило, да я понимал, как это мы предотвратили, по сути, такое же обрушение. И все то же самое было. Далее. Ну, мы когда вот это произошло, еще до всех этих событий, что мы... Мы стали подумать, как вот сделать так, чтобы больше такого не было, чтобы не набухала земля, чтобы она как-то куда-то уходила куда-то вниз. А надо было делать дренаж. Дренаж, дренажная система. Мы стали изучать, как она делается. И, конечно, мы смотрели иностранные сайты. Не стали наши смотреть, у нас какое-то все убогое. И на иностранных сайтах везде геотекстиль используется. То есть, этот материал, в который заворачивается щебень с трубой, и вода свободно уходит вниз, нигде ничего не размывает. И вот, когда мы это все узнали, мы стали искать геотекстиль. В то время его просто не было. И дороги, и дома. Фундаменты дома строили без него, да. Дороги были выбоина на выбоине, и очень было плохо. Когда мы узнали, что нужен геотекстиль, мы стали искать. А мы профессиональные стабженцы. Нашли, наконец-то, такой завод в Белоруссии, в городе Пинск, Пинема. И, соответственно, я туда поехал. Я говорю, можно у вас купить геотекстиль? Так как мы торговая организация, мы будем продавать его, пока возьмем маленькую машину. Директор на меня посмотрел, как на странного человека. Он сказал, вы знаете, мы много раз выходили на Санкт-Петербург, участвовали в выставках. Мы искали дилеров, да. Мы даже просто раздавали этот рулон на геотекстиле строительным компаниям, чтобы они попробовали, чтобы хоть чуть-чуть как-то там поняли, поняли, для чего этот материал и что он улучшает. В итоге никаких продаж не произошло, только раздача рулонов. И мы отказались от Санкт-Петербурга, поставили на этом городе жирный крест. Ну, я говорю, давайте сейчас попробуйте со мной. Так как мы платили предоплату 100%, он нам, естественно, отгрызил. Мы привезли, рискуя всем, да, привезли эту машину в Санкт-Петербург и попытались продавать. Ну, мы, конечно, не суперпродавцы, мы просто обычные люди, но нам повезло с годом. То есть это был 2000 год уже, и 2003 год, как вы помните, 300-летие Санкт-Петербурга, когда все начало строиться. Губернатор был у нас третий, Владимир Яковлев, и все начало строиться. Много было строек, мы эту машину продали, может быть, через два месяца, а потом больше. И разные объекты, и маленькие, и большие, много-много стало продаваться. Мы рекламировали усиленно геотекстиль. В итоге к нам даже позвонили с Константиновского дворца. Сказали, вот мы положили какой-то там геотекстиль московский, и у нас дороги пошли такими волнами. И люди, которые едут на автомобиле, они вот так вот покачиваются, как на корабле. Что, конечно, президента не устроит. Мы сказали, попробуйте вот этот белорусский геотекстиль, это французское оборудование, очень качественное. Они попробовали, сделали все, дороги стали более-менее ровные. И дальше больше. Дворцовую площадь положили геотекстиль. Многие улицы, Литейный проспект. В 2006 году мне очень запомнился Ладожский вокзал, когда начался строиться Ладожский вокзал, и главный инженер пришел к нам и сказал, какой геотекстиль положить, как. И мы с ним вот так вот в паре этот геотекстиль подобрали и укладывали. И сейчас, когда я приезжаю через 17 лет, или 16, через 16 лет приезжаю туда на Ладожский вокзал, я каждый раз смотрю на дорогу, которая там, нет ли выбора, нет ли трещин, да, все гладенько, хорошо. И мне это очень приятно, когда я это вижу. Но вернемся к нашему объекту, который мы начали. В той квартире, которую я взял в ремонт, то есть мы уже начали сами ремонтировать какие-то объекты, и стали браться за дома с трещинами, за которые никто не брался. То есть нам дали квартиру и трещину, да, до ремонта. Вот это была коммунальная квартира, 6 комнат. Вот представьте себе такие картинки, да. Вот люди, 6 комнат, в каждой жила отдельная какая-то семья или человек, и вот они довели до такого состояния. Почему? Потому что это общее, общее, да, все. Это значит ничьем. Вот видите, какие все убогие, грязные. У них не было даже горячей воды. У них, то есть, и можно было включить, но они ее не включали, да, потому что вражда, какие-то скандалы, да. Вот довели квартиру до ужасного состояния, плюс еще трещина дома. В итоге ее расселили, а нам отдали, типа, как, вот тоже ремонтируйте. Вот. И мы взялись, взялись за ремонт, отремонтировали с помощью разных... Кстати, мы потом, после того, как Белорусский завод, мы с ним поработали, мы нашли еще более лучшую компанию, фирма Тинкарте. Это голландская компания, она лучшая в мире по геотекстилю. Они говорят, что мы номер один, но мы считаем, что они лучшие в мире. И, соответственно, с помощью технологий, да, я обучался и в Москве, и в Голландии, и в Австрии, в разных городах. Проходил какие-то короткие обучения всему-всему, да. Я знаю, как ремонтировать дороги. Вот эти... Вот сейчас, вот, знаете, треугольцы приезжают, и вас все время трясет на них, да. Я знаю, как это ремонтировать. Почему наши не хотят это сделать нормально? Ну, можно, да, все это исправить. Все это голландские фирмы, немецкие фирмы знают. У нас, вот мы сейчас продаем геотекстиль, к нам приходят люди и говорят. Обычная история вот такая. Проводится тендер, да. Выигрывают там профессиональные выигрыватели тендеров люди. Они выиграли. После этого они находят какую-то бригаду, там самые такие дешевые, гастарбайтеров. Или там, не знаю, как будто там, кто дешевле там заплатит. И вот они к нам приходят и говорят. Дайте, ну, пожалуйста, самый дешевый геотекстиль. Ну, вот, у нас, смотрите, у нас есть хороший геотекстиль, да, который вот в фильме Тинканта, который будет дорог, будет долго служить, все хорошо. Есть средний геотекстиль, мы говорим, да, вот такой, это, пинемы, допустим. Ну, есть дешевый, да. Ну, дешевый, второсырьевой, там, он, там, боится мельных растворов, он растворяется. Они говорят, вот, а есть еще дешевле, чем самый дешевый? Я говорю, ну, давайте скидочку вам дадим, ладно, вот так. Вот так, ежедневно, представьте себе, у нас чуть ли не ежедневно такая происходит в торговле. Вот каждый раз, одно и то же, вот этот день с рука, одно, второе, третье. Это наболевшее, правда, я давно это все накопил себе, наконец-то я сейчас выношу на какой-то, люди, чтобы вы слышали. И вот так вот происходит. Что делается в продвинутых странах? Германии, допустим, как вариант, где самые лучшие дороги, там у них тендеры проводятся не на один раз. Не временщики. Тендер проводится на 25 лет. 25 лет, это значит, что человек пришел, дорогу ему дают, вот, и каждый год выделяют все насилие. Он пришел к этой дороге, смотрит проблемные участки и делает правильный ремонт. Самым лучшим его текстильным. Это определенный слой щебня. После этого дорога служит 5 лет, не ломается. У нас полгода, если вы знаете, отремонтировали, через полгода опять все сломалось. Ремонтируют мы сейчас осенью, деньги поступают на счета осени. Вот зима наступает, зимой там начинается пучение грунта, и к весне опять все сломалось. Стандартная история Санкт-Петербурга. Вот, и здесь вот какая мысль хочется передать, что, да, вот коммуналка, нет хозяина, есть много разных людей, которые общие, значит, это ничье, значит, это помойка. С дорогами та же самая история. Разовые приходят люди, делали ремонт, чисто так, для отметки, сдали какие-то странные, встретили, получили чиновники, ничего не понимающие. Все, дорога опять сломалась. У нас дороже ремонт, чем вообще во всем мире, наверное, очень дорогие ремонты дорог. И вот сейчас вот плотают дороги, да, только поверхностный ремонт, я уже вижу. Вот, поэтому, что хочется донести, что все-таки надо, чтобы был хозяин. Надо, обязательно. Все эти, было у нас коллективизация, когда были хозяева, деревни, да, их всех разогнали. Стали коллективное хозяйство, где никто ни за что не отвечает. То же самое здесь. Вот, хотелось бы, чтобы кто-то потом, может, передал, когда будет какое-то там принимать решение, да, что лучше, чтобы везде был хозяин. У дома один хозяин, не надо много. У дороги один хозяин, не два, не три, не четыре, один. Вот и все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ